Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Я надеюсь, что это последнее видео, которое я начинаю с хвостиком. Мне так удобно, но мне уже очень надоело и я безумно хочу вернуться к своей привычной стрижке, с которой я ходила около трех лет. Я никак не могла записаться к парикмахеру, и я плюнула и пойду послезавтра совершенно к другому мастеру. Надеюсь, что меня не обстригут слишком коротко, потому что это будет супер неудобно, особенно под шапкой. Это, конечно, не совсем по тебе видео, но я ждала этого момента. Вот скажите мне, пожалуйста, есть ли у вас это предновогоднее настроение, когда хочется поставить елку, нарядить ее, украсить весь дом, выбрать подарки для родных и близких, возможно, даже для себя, почему нет. Чтобы продумать новогоднее меню, что будешь готовить. У меня этого долго не было. И потом я подумала, что если я сама себе не задам нужный позитивный настрой, то никто этого за меня не сделает. Большую часть времени мы все-таки сидим дома, и я даже не знаю, что там происходит. Кто как что украшает, только в телефоне и в телевизоре немножко. Я также решила не изменять нашим декабрьским традициям. Есть кое-что, что мы делаем только в декабре. И, конечно, не получится поехать на вот эти рождественские ярмарки. В прошлом году и Краковскую мы с вами посещали, и в Праге мы были, и в Вене. Но в этом году, как вы наверняка уже знаете, их нет. Краков вроде как украсили к Рождеству и к Новому году. Я постараюсь поделиться с вами этой атмосферой, которая сейчас витает в городе, и показать, как это выглядит в этом году. Хочется праздника, хочется позитива новогодних и рождественских огоньков, подарков. Ой, вкусное блюдо! Так что, несмотря ни на что, мы с вами будем готовиться к праздникам, потому что Рождество и Новый год никто не отменяет. Сегодня вечером замешу тесто на пряник и отправлю его в холодильник, чтобы завтра все было готово. Я обещала малышне пряники, приедет Настя, как я вам и говорила. И за несколько лет у меня собралось приличное количество формочек. Есть удачные и не очень, все они из разных магазинов. Я думаю, что даже в продуктовом, типа там Ашан, в таком супермаркете можно найти. Мне больше всего нравятся вот эти, еще очень люблю вот эти штампики. То есть вырезаешь при помощи стакана сам пряник, потом хоп, и получается пряничек с узором. И у нас вечно стояла очередь на вот эти штампы, поэтому теперь у меня их несколько. Можем одновременно делать. Помимо пряников будем еще и печь маффины. Пока что не придумала, какие именно, но сейчас поищу какие-то идеи в интернете, и тоже вместе с вами будем готовить. Вот эти наборы я брала в Пепко. То есть есть и формочки. У меня, кстати, есть специальная форма, куда вставляешь маффин, и он потом не разваливается. Удобная вещь, если вы любите печь маффины. И можно использовать также на Новый год такую идею печь пицца маффины. У меня такие есть на канале рецепт. Ну, то есть замешиваете тесто, как для пиццы. Начинка поверх, и очень удобно брать, ничего не нужно разрезать. И удобно подавать. Помимо этого, еще прикольное украшение для маффинов. Я думаю, что дети будут в полном восторге. Они всегда ждут этого времени года, чтобы печь маффины. Еще с прошлого года у меня осталась посыпка. По-польски это посыпка. Ну, в общем, разные тут, видите, звездочки, шарики, чтобы все украшать. Это типа камушки. Золотистые, серебристые. И это занимает немножко времени. Ну, знаете, как здорово. Напечешь этих пряников. Дети потом с молоком едят. Ну, потом, знаете, какие воспоминания остаются. Даже в прошлом году, когда что-то пошло не по плану, мы все равно здорово повеселились. Если пропустили влог с прошлого года, то пересмотрите неповторимые эмоции. Как раз неделю назад приехали мои фартушки. Я вам говорила, что я заказывала их на Алиэкспресс. Вот эти прикольные будут для малых. А нам с Настей я взяла более классические расцветки. Между прочим, хороший текстиль. И я еще пойду их отпарю. Мы будем фотографироваться. И, наверное, я тоже поснимаю сам момент приготовления. Поэтому прикольно. Я люблю такие тематические разные. Не то чтобы вечеринки, но скорее посиделки. В узком кругу мы, наверное, никого не будем больше приглашать. Так как, ну, сами знаете, да, большими группами не собираемся. Но все равно в этом году я прям серьезно подготовилась. И дети уже видели свои фартушки. И не могут дождаться. Не могут дождаться. Достала свою паровую станцию Тефаль, которая, помните, я покупала ее вместе с вами. И пользуюсь уже, ну, не месяц, так точно. Уже больше получается. И что я хочу вам сказать. Это штукенция. В принципе, удобно в использовании. Стоит в помятом костюме. Я не успела его отпарить, когда ехала сегодня утром отвозить Игната в сад. В общем, утюг это не то, чтобы не заменит. Если у вас есть мощный утюг, то оно вам не надо. Я не приспособилась гладить как профи, как в магазине, что там в руках засовываешь, рубашку отпарила. Нет, это мощная штука, однозначно. Она круто разглаживает. Но нужна ли она всем? И чудо такое вообще, без которого жить нельзя? Ну, я, наверное, не могу так сказать. Если пылесос Dyson, это мега вещь. Вообще, беспроводной пылесос, супермощный, это бомба. Если там у кого-то есть другую, подешевле, например, тоже поделитесь с девчонками. Я думаю, будет полезно. Но это не тот случай. Мне нравится робот-пылесос. Мне нравится Thermomix, которым я постоянно пользуюсь. Я думаю, что вы и сами заметили. То есть, в принципе, я не жалею, что я купила ее. И утюг свой с тех пор не доставала. Поэтому, если есть, наверное, свободные деньги, если вы очень хотите, но не очаровывайтесь, чтобы не зачаровываться. Это самое, наверное, подходящее. Абсолютно честно. Просто имейте в виду, что нужно прилавчиться и не нужно ожидать чего-то сверхъестественного. Но гляньте сами. Хорошо разглаживает. И, в принципе, какие-то там полы, не какие-то, которые сахара носит в школу, я сейчас разглаживаю гораздо быстрее. То есть, удобнее все-таки, но тоже за счет вот этой части, куда кладется все там. Или можно повесить вот за крючок. Так что у меня вот какое-то такое мнение. Также можно взять отдельно вот эту паровую станцию, например, повесить влажные шторы и дальше уже отпарить. Или постель там как-то освежить. В общем, я вам говорю, что окей, мне нравится, но не могу советовать всем и каждому, что купите, это изменит вашу жизнь. Нет. Точно так же, если купить термомикс, ну, вот этот блендер, штука, в которой я постоянно что-то делаю, если ее купить и поставить, она сама есть и приготовится, вы понимаете? Здесь такая же ситуация. Очень жду свой штатив, ни одного не хватает. А то этот маленький, вечно без головы по влогу. Ну, скоро он приедет. Смотрите, что произошло с моими палетками от Наташи Диноны. Я их не роняла, я их никуда не швыряла. Я не знаю, почему начали отламываться крышки. Хотя мне казалось, что этот пластик довольно прочный. Сначала отломалась одна часть вот этой крышки, потом вторая. Видимо, какой-то такой недоделанный механизм. И в палетке Camel начало происходить то же самое. Я, в общем, решила, что я подостаю мои любимые оттенки и соберу их в палитру. Она супер старая, наверное, уже даже таких нет в Inglot. И я переложила сюда вот все пять оттеночков из второй палетки Диноны. Два оттенка из Camel, очень классные. Часто ими пользуюсь. Вот эти два рефила из Inglot и пять штучек из палетки Glam. Они тоже достаются. И вот если бы вы меня спросили, как выглядит моя идеальная палетка на все случаи жизни, я бы показала вам вот такую подборку оттенков. Мне нравятся и розовые, и базовые коричневые, и вот этот с красненкой. Что это за оттенок? Сейчас скажу вам. 303 матовый, и вот этот тоже такой не холодный, не теплый номер 337. Хотя сейчас многие тени даже более бюджетные, чем Inglot. Более мягкие, более шелковистые, более пигментированные. У них какая-то немножко устаревшая формула. Так что это моя любимая подборка цветов и также финиши. И матовые, и сатиновые, и также шиммерные. Вот, собрала себе. Конечно, выглядит это не так красиво, как в какой-то фирменной палетке. Но, тем не менее, мне будет удобно, и все будет под рукой. Также нашла очень прикольный рецепт. Должно получиться, потому что нечто похожее я готовила. В общем, это будут морковные маффины, тоже с той же приправой, имбирной. Или можно, опять же, заменить на корицу. Понадобится одна морковь приблизительно. Сейчас ее начищу и продолжим с вами. За кадром измельчила орешки. Это у меня грецкие орехи и морковь. Морковь вы можете заменить даже на тыкву, если у вас вдруг залежалась где-то в холодильнике. И в такой выпечке и морковь, и тыква особо не ощущаются, но делают тесто супер сочным, таким вкусным и мягким. Берем 50 грамм мягкого масла. Масло растапливаем, но смотрите, чтобы оно не закипело и тем более не пригорело. Просто нужно его сделать жидким. Берем масло, миску отдельную, будем там мешать тесто. Наливаем сюда в масло молоко 150 миллилитров. Два яйца. Перемешиваем. Высыпаем сахар, ванильку, муку, пол чайной ложечки разрыхлителя и чайную ложечку соды. Приличные так приправы для имбирного печенья и, конечно же, щепотку соли. Миксуем. Можно при помощи, опять же, миксера. И теперь в тесто кладем морковку, орешки. Если любите цукаты, например, из апельсина, то можете спокойно закинуть их туда. Хорошо перемешиваем. Наше тесто готово. Будем печь и маффины. Я уже в полном обмундировании. У меня есть праздничный. Какой твой? А какой ты хочешь? Какой тебе хочется? Вот это? Так. Так? Так. Хорошо, давай. Сейчас мы тесто сподгоним по размеру. Все было хорошо. Смотри, как красиво. И так. Настроение Рождество. У меня даже носки в тему. Ну и ты, конечно же, конечно же. Конечно же. Давайте с вами откроем этот напиток из икейм. Шведский. Никогда в жизни. Ой, он газированный. Я не ожидала. Может, он алкогольный? Сниму пробую, а то мало ли. Что-то есть. Вот я пытаюсь узнать. Игнат, что-то оно такое, как алкогольное. Со вкусом хмеля и ячменя. Вы знаете, я, пожалуй, сделаю детям какао. Так, у нас задание. Сейчас разложить формочки. Смотрите, какие красивые мама купила. Формочки разноцветные разложить. Они без супер-меда. Да? Идем петь. Затем петь. Конечно. Запекаем при 180 градусах. Так, осторожно. Жарко там очень. 25-30 минут. Закрывай. Ну, почти. Кстати, тесто очень вкусное получилось. Но нужно держать 30 минут. Они такие влажные. Прикольные. Можно еще печь как кекс. Прежде чем мы с вами сейчас попрощаемся, я хотела бы кое-что вам рассказать и также показать. Недавно в инстаграме я показывала вам большую коробку. Здесь находится кое-что довольно дорогостоящее. И я сказала это на самом деле так, что это не для меня, что это подарок для особенного человека. Многие догадались для кого. У моей мамы недавно был день рождения. И я решила подарить ей кое-что, что она сама себе не купила бы, но очень хотела. Я прислала ей разные варианты. Мы все никак не могли определиться. И для меня было важным именно не онлайн заказать, а приобрести в магазине. Потому что так как мама сама не может примерить какие-то там модели сумки. Да, здесь находится сумка. Я хотела показать ей хотя бы на себе, как это смотрится. Тем более, что у меня был коварный план подговорить ее на другую модель, которая не так популярна, которая не так на слуху сейчас. Я даже не видела нигде никаких обзоров на русскоязычном YouTube так точно. Поэтому я дождалась момента, когда в центре Кракова такие открыли люксовые бутики. Это такой, как я поняла, мультибрендовые и онлайн магазины. У них есть стационарные магазины. Называются VitCats. И именно там находится магазин Gucci. Я пошла, включила видеосвязь, показала маме, как эти сумки смотрятся более-менее в реальной жизни. То есть не только на картинках онлайн. А показала какие-то детали, попримеряла там на плечо, через плечо. И мы довольно быстро определились. Это сумка Gucci. Как я уже сказала, так как я буду отправлять ее не в коробке, и мама в принципе не против. Для нее это не сюрприз. То есть она знает, что здесь находится. Мне и так ее нужно распаковать. И сейчас покажу, что же мы выбрали для моей мамы. Конечно же, сумка продавалась в фирменном пакете. Он немножечко потрепанный, потому что я привезла ее домой. Заметила то, что мне не понравилось. Это был брак тиснения кожи. Я позвонила им, и они жутко, конечно, извинялись. И сказали, что вообще мне продали такой выставочный вариант. В общем, возможно, они навешали мне лапши на уши. Но само обслуживание в бутике было странным. Как будто это были не обученные специалисты, не обученные продавцы. Потому что когда я спрашивала цену, они затруднялись ответить. Причем это одна из таких классических моделей. Вторая, которая нам была интересна. Я вставлю картинку здесь, «Мормон» она называется. Когда я интересовалась, какие есть размеры, они тоже ничего не могли ответить. Потом я спрашивала, есть ли магнит. Тоже побежали смотреть на сайте. Мне кажется, что когда ты приходишь в какой-то дорогой бутик, ты также платишь за сервис. И дело не в том, что кто-то должен наливать мне кофе. Просто продавец должен знать то, что он продает. Как мне кажется, это логично. Сумка, конечно же, продавалась в фирменном пыльничке. И когда я обнаружила какой-то брак дома, я позвонила им, и они без лишних вопросов сказали, что они закажут мне точно такую же. И привезут ее фирменно запакованную. То есть ее никто не трогал, ее никто не рассматривал. Я выждала там пару дней, они перезвонили, и я поехала, спокойно обменяла. С этим не было никаких проблем. Также я впервые что-то приобретала в Виткарте, и на первую покупку они дают минус 10%. А когда ты покупаешь недешевую, мягко говоря, сумку, то 10% это значительный бонус. Как они и обещали, сумка фабрично запакована. Но сейчас мы ее откроем и посмотрим, в порядке ли все с этой. Я немножечко волнуюсь, потому что я далеко не обзорщик таких вещей. И, возможно, есть какие-то детали, которые я не освещу в этом видео, в этом кусочке влога. У меня у самой две люксовых сумки, и для кого-то это только две, а для кого-то аж две. И я отношусь к категории, для кого это аж целых две. Я их очень люблю. Но использую их, знаете, вот просто так, как каждую другую. Беру их везде с собой. Пылинки с них не сдуваю, потому что вещь должна служить мне, а не я ей. Модель, которую мы выбрали для мамы, называется Horse Beat. Для меня это такая классика вне времени. Она очень элегантная, она очень стильная, она лаконичная, без ярких логотипов. И чего мне не рассказали в бутике, это уже то, что я сама потом вычитала. Хотя довольно странно, потому что, когда я приобретала багет от Fendi, который сегодня идет со мной, мы сейчас с Томиком уезжаем, мне консультант все настолько подробно рассказала, и все вот как-то объяснила, и мне даже больше захотелось приобрести эту сумку, чем изначально. Я о ней, конечно же, мечтала долгое время. А тут я зашла, и знаете, как в продуктовом магазине. Вам такую? Вам такую? Да я вообще не знаю, сами уточните, или мы сейчас пойдем посмотрим. Как-то так странно получилось. Это культовая модель Gucci. Она была создана в 1955 году. И, насколько я опять же вычитала, в этом 2020 году ее немножечко освежили, сделали более современной, но сохранили линии, сохранили какие-то важные детали, благодаря которым можно распознать вот эту модель. Они представлены в разных цветах, в разных материалах. Но маме мне хотелось приобрести какую-то сумку на каждый день, которая также будет вмещать самые необходимые вещи, которые она всегда с собой носит. Что касается размеров, то она больше, она более вместительная, и даже, возможно, более удобная, чем моя Yves Saint Laurent. Она также легче, она имеет структурированную форму, и благодаря этому смотрится более элегантно. То есть, если даже сравнить с багетом, который вечно помятый, он должен выглядеть таким. Она смотрится как слегка винтажная, да. Вот эта более такая, вы знаете, строгая какая-то, но даже с джинсами, с белыми кроссовками, какими-то кедами будет смотреться уместно. Мне очень нравится то, что здесь нет вот этих буковок, а просто пряжка, да. Также мне очень понравилось то, что кожа не гладкая, она не будет царапаться. Внизу нет никаких ножек, но я думаю, что она будет довольно прочной. Моя Yves Saint Laurent вообще не царапается, она до сих пор как новая. Также здесь мега удобный ремешок, сумка не спадает с плеча, и он еще и перестегивается. То есть, здесь заклепки, и его можно увеличить до такой степени, что сумку спокойно можно носить через плечо. Но она не будет болтаться на бедре, а так более, опять же, современно чуть выше сидит. Давайте глянем. Вот так спереди. И сбоку. Мне кажется, что она просто супер красивая и безупречно подойдет моей маме. Я уверена, что она будет носить ее с преогромным удовольствием. Кстати, магнита здесь нет, хотя в бутике меня уверяли, что он здесь присутствует. Нет, его там нет. Но весь вот этот кожаный механизм сделан таким образом, чтобы сумка сама по себе не открывалась, и чтобы тот, кто не должен туда залезть, туда не попал. Это кожаная сумка, и вот эта часть тоже выполнена из кожи. Внутри сделана типа как под замшу, но это текстиль. И сейчас постараюсь по-быстрому показать. Здесь вот одно большое отделение и несколько удобных кармашков. Один, дальше второй. Здесь, конечно же, возможно, не видно, но есть фирменное тиснение Gucci, золотое карман на замке. Здесь прилагаются документы и номер серийный, то есть все как положено. И помимо этого, есть еще один маленький кармашек, куда можно сложить какие-то кредитные карточки, что там захочется, то есть он не застегивается вот так просто спрятан. Снаружи никаких карманов нет. То есть она гладкая с этой стороны и со второй стороны пряжка. И также в комплекте там внутри запрятано несколько вот таких заклепок, если вдруг что-то с ними произойдет. И ручки, между прочим, приделаны на очень красивую пряжку, такую нестандартную, очень стильную. Все рассказала, все показала. Я просто уверена в том, что мама оценит наш подарок. Мы все вместе приняли решение порадовать ее. И я знаю, что моя мама постоянно на себе экономит. Она говорит, нет, ну зачем мне это? Ну по сути дела, она как-то не особо на себя тратится. И я хотела как-то поблагодарить ее за те человеческие качества, которые она вкладывала вместе с папой в меня с самого детства. Те ценности, которые они мне прививали с самого детства. И за ту колоссальную поддержку и помощь, сейчас расплачусь, которую они мне дали. И вообще всей нашей семье. Вот. Такие дела. Если у вас вдруг назрело вопрос, почему вдруг моей маме, а не маме Томака, а как же свекровь, мы родителей не обделяем, мы им помогаем. И раньше просто я много чего-то там не рассказывала, но мы купили квартиру маме Томака. И тоже ее в обиду не даем, тоже помогаем. Просто если о чем-то человек не говорит, то это вовсе не значит, что чего-то такого нет. Так как это такая материальная вещь, это самое малое, что я могу дать маме в качестве благодарности за все то, что мы получили, нематериального в первую очередь. И на самом деле это гораздо важнее, чем какие-либо подарки. Я знаю, что мама живет скромно, что она очень редко себя балует, и если делает это, то это настолько незначительные вещи. И мне захотелось побаловать ее, купить ей что-то роскошное. Вот. Я надеюсь, что вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. На этом мы с вами прощаемся. Всем пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.